К тебе подходит незнакомый мужчина и предлагает хороший заработок. Всего-то нужно лишь обналичить его деньги с помощью твоей карты. Казалось бы, дело двух минут, округленькая сумма у тебя уже в кармане. Но все не так просто, как кажется. Такое желание быстро получить легкие деньги может повлечь за собой серьезные последствия. И, к сожалению, студенты намного чаще попадают под влияние таких преступников. Здесь используется ставка на то, что студенты не обладают достаточным опытом и осмотрительностью и склонны подзаработать, так скажем, денег, не осознавая последствий того, что они делают. Надо отметить, что преступники, конечно, поступают очень негуманно по отношению к студентам. Потому что вовлекают в преступные схемы ту часть населения, у которой впереди все будущее. А по сути, речь идет о совершении и административных, и даже уголовных преступлений. Помимо административной уголовной ответственности, которую должны будут понести обнальщики, им также будет отказано в обслуживании банка, в получении кредита, в оформлении зарплатных и пенсионных продуктов и многое другое. Если посмотреть на студента, который совершает такое деяние, то ведь впереди у него вся жизнь. Если он попадает, соответственно, в сводки правоохранительных органов, и следы об этом остаются в информационных ресурсах, какое его ждет будущее, какая его ждет перспектива карьерного роста и так далее, он, по сути, в начале своего пути может запятнать себя и свою репутацию навсегда. Сейчас идет активная борьба с преступной деятельностью, которые привлекают различную часть населения к обналичиванию незаконных средств. Избербанк осуществляет полный комплекс мероприятий, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем. Наш регулятор, Центральный банк, он нам поручил мониторить операции наших клиентов, на предмет совершения подобных операций. То есть есть клиенты, которые осуществляют законные операции, а есть клиенты, которые участвуют в отмыве денежных средств, и мы имеем по этому поводу очень широкие полномочия и тоже несем ответственность перед федеральными органами. В большинстве случаев учащиеся не осознают последствия своих действий. И чтобы не было случаев, когда исправить будет уже ничего невозможно, нужно себя спросить, а стоит ли так рисковать своим будущим. Анна Глазунова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова